Топи, 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 топи! Топи, топи, топи! Так, куда? Куда ехал? Ну чё, оказался я в Барселоне. Осталось найти где спать. Гуляй, хер простых! Это лучше, чем спать на улице. Так, всем привет! Это очередной выпуск влога за жизнь в Германии. Ой, не такое за жизнь в Германии. Это выживай трипель Денинграйдера. В общем, сегодня гоним Барселону. И путешествую сразу начинать за выживай, потому что я уже изначально опаздываю в аэропорт. После меня только что это закончилось шоу. Я еле-еле успел принять душ. Беру с собой минимум вещей. Чисто укупаться на море. Загорать, посмотреть. А с новоспионом поеду уже в конце сезона. Сейчас меня тоже ждать, наверное, у Стал Михалыч. Тот самый парень, с которым мы снимали видео, совместное BMX and Jumping Stills. Так, уже что-то идет не так. Не видно Михалыча. А не, вот он, а нет, не он. А вот и он, да. Здарова, Михалыч! Здарова! Так. То-что продолжаем. Ты тоже в Барселону? Да я интересно поеду в сентябре. Тимоф, передавай привет Барселоне. Ладно, то-что давай Михалыч, этоicating Somtime. Давай, давай, давай все, погнали, погнали. Вistan, только голов agenda. Оу... Правила не нарушай нам! Ну, окей, мы доехали до аэропорта. Кстати, у нас тоже тепло, погода 28 градусов. Теперь осталось найти место куда ехать в аэропорта, Михаилович, знаешь? Да. Куда? Куда вот сейчас? Ляма, потом наверх, там бесплатная парковка. Бесплатная парковка в Германии? Да. Лежащий полицейский. Да, я не знаю. Вот. В Германии тоже бывает лежащий полицейский. Ну, там на тормоз смотрим, какой терминал у тебя. И все, идем, получаем долет. Вот самики уже. Ну, Михаил Силютин, на самом деле, парковка платная. Просто у него русские номера. Но я вам уже показывал. Поэтому бесстрашно, никогда не платят. Платная парковка, когда шлагбаун никак не проехать. Да, платная парковка, когда шлагбаун никак не проехать. Он говорит. Ну, русская логика. Вот Порше, кстати. Блин, не боятся они оставлять открытыми кабрики. Что, знаете эту бумажку? Лучше ты разбираешься. Это много раз кого приводить. Возвращаюсь, уважаю вас. У тебя Ренеер, да? У меня Ренеер, да? А может быть, кстати, даже вот здесь. Так, вот какое-то табло. Так, куда, куда ехать? 20.45. Барселона, вот, вот мы. Барселона. Смотрим, D01-04. Значит, мы все правильно сделали. Куда, туда? Да, Ренеер. Все, тогда давай. Все, давай тогда. Удачи на свою поездку. Давай, спасибо. Все, теперь остался один. И сейчас все только начинается. Итак, собственно, прошел я регистрацию. Проверили мне багаж. Вроде пока все нормально, без каких-либо пришествий. Ну, как нормально. На регистрации мне сказали, что у меня виза, действительно. И я не могу лететь. На самом деле, они просто ее пропустили. Потом пришлось понервничать, самому поискать визу нужную. Вот. И на проверке багажа, ручной клади у меня. Мне сказали, что у меня подозрительный ноутбук. Он требует специальной проверки. Special check, как они сказали. Ну, проверили. Просто весь в наклейках. Выглядит подозрительно. Так, в принципе, сейчас жду посадку. Еще есть время. Подумаю, я сейчас пожру. Так как еще нигде. Ел только с утра. Вот. Тут с АБС неподалеку. И планы. Как бы, сейчас у меня нету жилья на первую ночь. То есть, на вторую, третью у меня есть, на первую нет. И сейчас вы будете видеть, как я буду выживать. Что со мной будет. В принципе, у меня есть адреса каких-то хостелов дешевых. Вот. Испанских. Посмотрим. Попытаюсь вписаться туда. И они будут открыты к 12 часам. Ну, а так, в принципе, настроение отличное. Очень круто. Как бы. Я жду самого Санбика. Сайвушен довольно дешево. Ну, как дешево. Если можно было заранее купить где-то за сотку. Но я купил за 170. Вот. Ладно. Пойду, в общем, по жиру. И так, остался последний штрих. Посадка. Вот там у нас стоит Санбик. Только что он прилетел. Прям люди выходили. Вот спустя 20 минут мы уже снова заходим. Вот. Погода сегодня, наверное, летная. Идеальная. Закат будет, скорее всего. В общем, скоро будем в Барсе уже. Лететь 2 часа примерно. В аэропорту здесь есть такие же ускорители, как Гонконг. Ну и, собственно, до Барса-то я долетел. А вот дальше начинается самое интересное. Как-то ничего не понятно. Где автобусы на остановке, где откуда-то поезда ходят. И народ тоже весь идет в разные направления какие-то. Я не очень понимаю, вообще, куда идти. Но стараюсь держаться большинства. Опа. Отличные двери. Ну что, оказался я в Барселоне. Тепло тут пиздец вообще. Я вот просто в маленьке, можно сказать, голый. Сейчас с 1 часов вечера мне просто жарко. Реально жарко. Сейчас нужно найти автобус. Ну вот какой-то автобус едет. Т2. Бля, хер просып. Пальмы. И воздух, воздух такой. Морской. Ну это чувствуется. Вообще очень круто. Осталось найти где спать. И так, короче, план такой. Сейчас подошел к пальме. Пальма вообще херенное дерево. Мое любимое. Спросил я, где находится автобусная остановка. Вон там вот аэробусы. Вроде никак не дорогие. В районе 5 евро. По идее сейчас я должен по нему просто сесть и доехать за 5 евро до центра Барселоны. Примерно, думаю, минут за 25. Так, а можно выйти? Пойду так. У меня, значит, есть навигатор. Вот я взял с собой навигатор, который действует по всей Европе. И сейчас я просто попытаюсь вбить адрес того хостела, какого-то общежития, которое... который просто, я не знаю адрес, вот и попытаться туда вписаться. Вот, на первую ночь. На вторую ночь у меня в Руси есть. Если нет, то буду спать на море. Где-нибудь на пляже, там, не знаю. Реально очень тепло. Мне реально радует погода. Просто оху**но, очень круто. Переходим по русски дорогу. Вот тут полиции нет. Вообще, это беспредел, наверное. Вон, такси на такси стоит. Короче, я смотрел. В районе 25-30 евро. Сколько? 5-9. Что? 5? 5 евро? Окей. Нормальный прайс вот как раз таки за 5 евро. Сейчас доберемся до центра Парселона. Навигатор мне показывает, что ехать всего 15 минут, даже меньше, я думал. Очень много камер на дороге он еще показывает. Едем, в принципе, вдоль моря, но ничего не видно вообще нигде, пока ничего не понятно. Но понятно, что очень-очень тепло и круто. Я смотрел навигатор, короче, и понял, что почти приехал и сразу резко выберу, так как основка была. И знаете, где я выбежал и что я первым делом видел, это боевых серов и самокатеров. Ну, боевых серов там не много, их, наверное, штуки 2-3 начинающие, но скейтеров очень много. Так, ну мне еще нужно, по-моему, немного прямо пройти. О, карты. Так, 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 где я нахожусь. А, ну да, все правильно. Немного прямо пройти на несколько перекрестков и все. По идее, возможно, найду себе сегодня в логово. А, зеленый замыкал. Очень много еще велосипедов прокатов есть. На самом деле получилось очень спонтанное путешествие, как, в принципе, и всегда. Как бы что-то потерять, телефон, навигатор в кармане. Так, вот велосипеды, собственно. Вот, стоят они, я не знаю, сколько тут. Ну, я думаю, потом я еще разберусь. Ну, и все, берешь велик и катаешься. Конечно, он такой, ущербный очень. Но, тем не менее, как бы я сейчас без велосипеда вообще один. Ну, очень прикольно, на самом деле, путешествовать одному. Как бы есть свой кайф какой-то. Тут не было возможности ни с кем поехать, как бы. Ну, а поэтому пришлось ехать одному. Мне осталось совсем чуть-чуть пройти. Кто-то спит. Короче, на самом деле, если сказать честно, то... Ну, по архитектуре, помимо погодных условий, в целом, от других европейских стран, там, Голландии, Бельгии, Франции, Германии... Ну, не так уж сильно отличается. Ну, отличается, конечно, но, в принципе, одно и то же. Ну, возможно, потому что сейчас еще пока темно, непонятно ничего. Думаю, завтра, наверное, с утра я проснусь и просто охраняю от города. Там, конечно, много красивых мест, но просто они не подсвечены, и не очень понятно, как они выглядят на самом деле. Такой минус, я не очень понял. Ну, когда я нашел место, где моё хостел находится в доме, но я не понял, как в него зайти, ну, куда именно там, ну, просто непонятно, как-то не знаю, как ничего нету. Сейчас, наверное, будут спрашивать какие-то местные. Так, заходим, пока непонятно, куда идти. Так, хорошо, спасибо. У вас, пожалуйста, номер паспорта. Хорошо. Сколько стоит? 3162, пожалуйста. Где моя комната? Где лимитра? Лимитра на 1. Вот эти три? Следующий. Хорошо? Доброе утро. Собственно, такое жилье. Ну, что могу сказать, это лучше, чем... чем спать на улице. Ну, для первой ночи стоит, короче, ладно. Две розетки есть. Пойдем, наверное, прогуляемся. Ну, что, короче, писался в такое крутое место. Но я все равно сейчас, видимо, даже карту подогнали. Сейчас пойдем к морю. Ну, реально, очень круто, еле нашел. Серьезно, думал, уже не найду. Ну, очень сложно. Ну, не знаю, не то, что сложно, просто непривычно. Так, как тут выйти? Так, понял, какая-то кнопка, наверное, есть или... А, вот, все. Просто непривычно. Ты, как бы, ходишь, вот. Просто хера знает, куда жать. Здесь, по идее, должно быть написано, но... Не знаю, я, короче, ничего не понял. Ну, пока не спросил, не понял. Сейчас пойдем к морю. Реально очень круто. Выбирайтесь, если вы не путешествуете. Просто глядите куда-нибудь. Просто очень круто, когда ты едешь, не знаю, где ты будешь сейчас спать. По-моему, эмоции, наверное, видно, что... Не знаю, просто сейчас. Тем временем сейчас времени, час ночи. И народу просто дохерища. Все гуляют. Чем-то, на самом деле, атмосфера очень напоминает Амстадам. Тем, что много народу, все гуляют, орут. Такой небольшой хаос. Ну, все более приличный, как в дути, каких-то ухурков. Много девушек симпатичных. Так, на каком-нибудь ларек бы найти, еще не купить, пахавать. Супер ценные вещи. Он сказал, что можно положить в его сейф. И туда, там я оставил ноутбук. Фотик я взял с собой. Фотик все равно не решился там оставлять. Вот оставил только всякие зарядки. Все махают. Оставил всякие зарядки там. Так, просто надо срочно найти что-нибудь поесть. Смотри, где они поливают улицы, просто моют их. Не знает чего. То есть, кто-то и так говорит нечисто. Ээээ, аккуратней, чувак. Брат, я тебя сейчас хотел облить просто. Так, куча магазинов, но я не могу найти обычный продуктовый магазин, где могу... А, во! Нашел, отлично. Идем. Алкоголь здесь купить нельзя. Сейчас уже, ну, видно, потому что, как в России, то, наверное, по 10 или по 11, они просто закрывают прилавки. Ну, в барах, конечно, можно купить, поэтому все стоят в бары. Обычно я там в клубы, много чередей. Постоянно вот иду, всех их обгоняю, вхожу как-то. Но здесь еще мало. И все, как я понял, идут к морю. Я тоже иду уже довольно долго, на самом деле. Я думал, минут 10, и... Нужная минут, наверное, 15, иду. Пока еще не нашел. Ну, вот, вроде как, уже все, оно появляется. Вот этот мусор на ступеньках. Чисто все сделано в стиле Амстердама, прям. На мусор на... Спасибо, брат. Все постоянно пытаются что-то впарить. Тебе, не знаю, там, бутковы, моноподы там. Тут, на самом деле, просто какой-то ад творится. То, что полиция, там, они дрались. Испанцы с полицией. Какой-то беспредел просто, я не знаю. Если бы тут еще разрешали бы алкоголь сейчас. Ну, можно было бы легко купить. И, там, не знаю, можно было бы траву курить. Ну, как Амстердамент. Тут бы просто было бы второй Амстердамент. Даже, наверное, мне кажется, очень плохейще. Так, и вроде как, наконец-таки, я дошел до моря. Все свистят, орут, не понимаете, что происходит. Сейчас вот забрел место такое, где куча всяких яхт, катеров. Там стоит вообще больших таких кораблей. Там вот они. И, в принципе, что, можно подвести итоги какие-то сегодняшнего дня. Я добрался до Барсы на самолете. Все успешно. Из аэропорта добрался. До сюда торпится все легко на автобусе. Но с трудом нашел хостел, по которому я просто адрес записал. Пришел, вписался там. Довольно, на самом деле, нормальное место. Там есть интернет. Есть куча всяких там террас. То есть, там, таких игровых комнат, там, с диванами. Но само место, где я сплю, конечно, вообще очень убого. Там 10 человек. 5 двухъярусных кровать. Но все равно, конечно, выглядит все так убого. Но, тем не менее, место нормальное. Думаю, одну ночку там переночил. А, завтрашнего дня у меня уже есть нормальный номер забронированный. Ну, посмотрим, что там еще за номер. Может, еще где-то обратно вернуться туда же. Вот. Сейчас уже, как бы, время там, уже к 2 часа ночи подходит. Очень хочется спать, так как сегодня я мало спал. И сейчас, наверное, пойду обратно в свой хостел и буду спать. Пытаюсь скинуть всякие все файлы, которые я на сегодня наснимал. Чтобы завтра уже и зарядить все. По возможности. Чтобы завтра уже с новыми зарядками все наснимать. Ну, вот так вообще. Ладно, чего я. Дошел я до хостела своего. Думаю, для первого дня точно достаточно. Даже не для первого дня, а для первых там несколько часов. Уже я сильно очень прозрел. Вдохновился путешествием. Собственно, так вот получил выпуск Выживая Триппа. Первого дня Барселонского. Кому вам понравился, не забывайте ставьте лайки. И подписывайтесь на канал на новые видео. Чтобы вам дальше будет еще интересней. Все, с вами был Дима Гардей. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok